Благоухание бескорыстной любви, которая превратила весь мир в одну семью. Истина из вечного послания, которая раскрывается через каждое деяние и слово. Самореализация через служение, которое проявилось в неустанном самопожертвовании. Воистину, сама жизнь Господа и его послания. Сайрам, здравствуйте! Мы рады вас видеть снова. И это пятнадцатый эпизод нашего сериала, раскрывающего послания нашего дорогого Господа Саи. Вчера мы начали тему образования, дав вам общее представление о том, как образование предполагает выявление заложенных Богом способностей и их применение с тем, чтобы познавать окружающий мир и выполнять для него служение. При этом мы обсудили роль, которую играют мирские учителя и гуру, а также и сам аватар, когда он находится на Земле. Недавно мы задали вам такой вопрос, что нам несчастным человеческим существам делать, когда формы аватара нет на этой Земле. В сегодняшнем эпизоде мы постараемся пролить свет на данный аспект. Сегодня мы расскажем вам о замечательном примере, установленном лично с Аттисайбабой в отношении образования и того, что мы должны делать в этом плане на личном и на коллективном или социальном уровне. Возможно, вы помните, что в направлении здравоохранения Аттисайбаба сделал первый шаг в 1957 году, начав с небольшой больницы общего профиля. И точно также в 1968 году с вами сделал первый шаг в отношении образования. На этом этапе был создан женский колледж в городе Анантапур, который является районным центром по отношению к Путапарти. С вами начал, как всегда, с малого, с временных построек, отложив официальное открытие до полной готовности кампуса со всеми необходимыми удобствами. Инаугурацию провел никто иной, как в Арахагири Винката Гири, тогдашний президент Индии. Вот что заявил с вами в своей речи на инаугурации. Индия перековывается в землю роскоши, с небоскребами, консервами, кондиционерами и телевидением. Индийцы превращают в подражающую, мятежную, недисциплинированную массу. Они высаживаются на других землях, где их поощряют расти без корней. Это оскорбление прошлого и рискованный вызов истории. Это кощунство по отношению к истории времени и истинной цели человеческой жизни. Вот почему я решил, что этот колледж будет открыт в день Гуру Пурнина, как напоминание о священной традиции, в которой высшие идеалы жизни прививались личным примером и наставанием Гуру. Семя посажено, оно прорастет и принесет плоды, даруя всем тень, защиту и пищу. Интересно, что примерно в то же время Малькольм Маккеридж, известный британский журналист и мыслитель, который также был одним из ведущих респондентов BBC, сказал об образовании в Великобритании и вообще западных странах. Такая страна, как наша, посвятившая себя погоне за счастьем, что означает на деле погоню за развлечениями, деньгами, чувственными наслаждениями, успехом, с насилием ради забавы. Все это очень меня отталкивает. Я твердо убежден в том, что образ жизни западного человека на сегодня является самым ужасным и деградировавшим, который когда-либо существовал на Земле. Образование, великий фетиш и мошенничество этого века, имеет целью подготовить нас к жизни и предписывается как универсальное средство от всего, начиная от детской преступности и заканчивая преждевременным старением. По большей части оно служит лишь для увеличения глупости, раздувания самомнения, повышения доверчивости, отдавая получивших его в руки промывателей мозгов, которые распоряжаются типографиями, радио и телевидением. Кстати, все это было сказано задолго до пришествия глобализации, 24-часовых новостных каналов и интернета. Нетрудно представить, насколько более серьезной ситуацией стало в наши дни, спустя почти полвека с момента, когда МакГерридж делал свои наблюдения. Поэтому то, что говорил с вами, было весьма актуально даже тогда. Едва ли нужно говорить, что эти слова значимы для нас и сегодня. Тогда еще с вами не говорил об университете, хотя это точно было частью его общего плана. Хотя, говоря точнее, женский колледж в Анантапуре был документально оформлен как филиал ближайшего к нему университета, как полагалось по закону. Однако внимание Бабы было отдано более важной задаче – становлению студентов и преподавателей. Он решал эту задачу, часто посещая кампус, проводя много времени со студентами и их наставниками, и, конечно же, давая им много особых рекомендаций, связанных с развитием характера. Для с вами итоговое образование всегда был и является характером. Тем временем, с вами основал второй колледж, на этот раз в Юаширме в Бриндаване, вблизи города Бангалор, пока во временном месте. Так же, как и в Анантапуре, этот колледж стал филиалом соседнего университета Бангалора. Как и в случае со студентами Анантапура, с вами также открыл студентам Бангалорского колледжа широкий доступ для общения. Теперь сделать это было намного легче, потому что Баба стал проводить большую часть своего времени в Ашраме Бриндаван, а не в Путапарте. Еще раз отметим, что в центре внимания было развитие характера, но вместо разговоров об этом, Баба создал для них такой уклад жизни, который был древним по происхождению, но современным по способу реализации. А именно Баба был для них гуру, студенты проводили с ним время, впитывая его уроки, и в то же время они занимались всеми видами работы Ашрама, мойкой и доением коров, уходом за домашними животными и даже сельским хозяйством. Все это, однако, не повлияло на их учебу, которая шла так же, как и в любом другом колледже, и мальчики даже получали медали и награды, как и студенты других колледжей. Из десяти студентов шесть или семь точно были из нашего колледжа, колледжа Сати Сая. Но есть мальчики, которые получали за все годы всего семь золотых медалей. Семь золотых медалей, что было рекордом на то время. Этого мальчика пригласили на награждение. Сначала он отказался ехать туда, но с вами сказал ему ехать. Итак, он и другие поехали туда, им были вручены золотые медали. И как правило, по общегосударственной традиции, медаль нужно надеть на себя. Но он отказался принять награду. Почему, спросили его. Потому что я хочу, чтобы мой гуру надел ее на меня. И взяв награду в руки, бросился бегом, не обращая внимания на остальных участников церемонии, добежал сюда до того, как закончились баджаны, дал медаль свами. Свами надел ее ему на шею. Такова была близость их отношений. У мальчиков была безграничная любовь к свами, но любовь бабы к студентам была такой же сильной, если не больше. В 1969 году свами построил впечатляющее новое здание для колледжа. Из временных помещений в Кальян на Мандапам классы были переведены туда. Затем свами хотел построить новое здание и общежитие, место временного, где в то время жили студенты. Поэтому он попросил полковника Джога Рао, инженера-строителя с военным опытом, который в то время был его правой рукой, сделать все необходимое. По поручению свами, Джога Рао выбрал площадку в непосредственной близности от нового здания колледжа и составил план строительства. Свами одобрил чертежи и выбрал день для церемонии закладки первого камня. После полудня, за день для закладки первого камня, Свами подошел к временному общежитию. Когда он входил в общежитие, один маленький мальчик, который был в первом классе подготовки к университету, дал Свами письмо. Свами взял у него письмо, прошел внутрь и сел на стул. Усевшись, он неспешно открыл это письмо и начал читать. Свами некоторое время был занят чтением письма. Затем он спросил у мальчика, «Можно мне попросить воспитателя это прочитать?» Мальчик сказал, «Свами, как пожелаешь». Свами подозвал воспитателя и попросил его прочитать письмо, что и было сделано. «Любимый Свами, смиренные поклоны твоим лотосным стопам! Свами, почему ты рассержен на нас? Разве мы нарушили дисциплину, которая дорога тебе?» Если это так, то, пожалуйста, скажи нам, не изгоняй нас из Бриндавана. Почему ты строишь общежитие для нас так далеко от твоей обители? Если ты на самом деле не рассержен на нас, то Свами снеси этот ашрам и построи другой, такой же, рядом с тем местом, где будет построено общежитие. Мы не настаиваем, чтобы оставаться здесь. Мы лишь хотим быть с тобой. Это нас беспокоит. В воздухе повисла тишина. Затем Свами задал следующий вопрос. «Где Джогарао?» Кто-то ответил, «Свами, Джогарао делает разминку за колледжем». Свами сказал, «Вызовите его». За ним послали машину и тотчас же привезли. Свами сказал ему, «Послушай, Джогарао, мальчикам не нравится, что твое общежитие будет так далеко от Бриндавана». Джогарао ответил, «Нет, нет, Свами, недалеко, в соседнем квартале». Тогда я сказал, «Нет, это другой квартал». Тогда Свами посмотрел на директора и спросил, с ним тогда был директор Нарендера, «Директор, а ты что чувствуешь?» Он сказал, «Свами, эти дети находятся вдали от своих родителей. Они оставили своих родителей и приехали сюда. Они должны быть рядом с тобой, Свами». Свами был очень тронут. Он сказал, «Джогарао, меняй план». Там был водоем, и было решено построить общежитие посреди этого водоема. Там, где сейчас и находится общежитие Бриндауна. Студенты не просто так наслаждались божественной близостью, которую постоянно обеспечиваем с вами, поскольку он преследовал достаточно конкретную цель. Баба хотелось, чтобы они учились у него, наблюдая за ним в действии, впитывая дух бескорыстного служения. Он ясно дал понять, что, хотя он не требует от них, чтобы они стали монахами и ушли из мира, он рассчитывает, чтобы они служили Богу посредством служения обществу. Вот как он это выразил. Образование должно выявить тот путь, который дает человеку возможность задействовать дремлющий внутри источник божественности, и не попасть в ловушку массы сотворенных объектов. Оно должно делать упор на духовное преображение, которое является более фундаментальным, чем даже нравственный подъем. Истинный признак образованного человека – это его ровное отношение ко всему. Он видит в обществе проявление божественности. Образование не отвратит человека от творения, всепроникающей атме. Скорее, оно ведет человека к изучению творения с атмической, объединяющей точки зрения. Время не остановить, и пришла пора создавать полноформатный университет. На этот раз объектом внимания Свами был Путапарти, где он уже подготовил почву, учредив колледж. С появлением колледжа в Путапарти теперь уже было целых три студенческих городка – Ванантапури, Бриндавани и Путапарти. Все было готово для учреждения университета. И действительно, так и произошло в 1981 году. Свами не раз подтверждал, что в один прекрасный день в Путапарти будет свой университет. Многие просто не верили, потому что Путапарти – это деревня. Как может быть университет в Путапарти попрошали о ней? Но когда баба хочет, вещи всегда происходят независимо от того, что люди думают или полагают. Теперь, когда появился университет, Свами направил усилия, чтобы сделать его центром высших идеалов, особенно в плане нравственности. В то же время Свами различными способами дарил много времени студентам. Он часто приезжал на спортплощадки посмотреть, как студенты играют, готовятся к спортивным праздникам и так далее. С другой стороны, он часто приезжал в студенческий городок, чтобы выступить перед студентами, особенно перед теми, кто обучался на факультете MBA. Свами использовал любую возможность, чтобы дать студентам быть рядом с ним. Вот, например, типичная ситуация в старые времена. Для того, как был построен нынешний Сайкуллендхолк. Всякий раз, когда баба отправлялся в Бриндаун, что чаще всего делал во время летних каникул, он проводил долгие, совершенно неформальные и захватывающие встречи со студентами после вечерних баджинов, встречи, которые студенты жали с огромным нетерпением. Во время этих моментов невероятной близости с Вами сочетал неформальность самое что ни на есть серьезными наставлениями, которые делал совершенно расслабленно и с огромной любовью. Вы не можете видеть, Вы не можете любить, Вы не можете поклоняться, Вы никогда не можете иметь переживания, ничего Вы не можете делать. А есть одна вещь, которая существует, одна вещь, которая существует. Многие люди используют это очень плохо. Так же время от времени, баба выборочно брал группу студентов Кода и Канал, известный горный курорт на юге Индии. Студенты неизменно рассматривали это как пикник на небесах, в то время как С вами делал это ради того, чтобы за счет божественной близости наиболее мощно выявить заложенные в них положительные качества. Долгие часы проводил он с ними, разговаривая, предлагая им спеть, даже выходя с ними на пикники. Но посредством всего этого он также давал безмолвные и ценные рынки служения. Снова и снова С вами напоминал студентам, что они вышли из общества, что они стали тем, кем являются, благодаря тому, что общество дало им, и что их первый долг всегда нужно отдавать обществу. В то же время он никогда не давал студентам почувствовать, что они были на самом деле суровым и требовательным учителем. Напротив, он всегда был для них матерью матерей, давая им больше чистой любви, чем все матери в мире вместе взятые. Поэтому при любой возможности они в песнях выражали свою вечную связь с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любовь Бабы проявлялась и в том, что он часто входил в образ жизни. гордящийся своими детьми-матери. Нередко он показывал их таланты широкой публике различными способами и выглядел очень воодушевленно, когда они выступали хорошо. Например, каждый год по случаю собрания Совета университета студентами делалось театральное постановку. Все замки и все мечты будут стерты в пыль. Даже если весь этот мир покинет нас, никогда не теряйте надежду. С вами проявлял глубокую личную заинтересованность каждым аспектам драмы от сценария до актерской игры, костюмов и даже декораций. И когда они наконец ставили пьесу на сцене, как счастлив был он. Потом уже он проходил за кулисы и уделял время юным артистам, устраивая с ними маленький пир. Та же история повторялась в январе, когда проводился ежегодный культурно-спортивный праздник, а начиналось все по-домашнему, с небольшого торжества. Но в наши дни праздник принял формат, мега-событие, всякий раз особенно, подобно которому вряд ли можно найти где-либо в Индию. Как будто готовясь к такому развитию событий, за несколько лет с вами неспешно превратил этот огромный бесплодный участок земли у подножия холма рядом со зданием университета, живописный статион с уникальным духовным окружением. Подготовка начиналась за благовремя, с большим запасом времени. С вами наносил частые визиты в самое неожиданное время, чтобы посмотреть, как идет этот процесс и репетиции. И вот наступает этот важный день, 11 января, когда с вами превращается из Саи-Ма или Саи-Матери в Божественную ректору университета. В этот день стадион, который вы видите здесь, заполнен людьми, и все они ждут с вами. Ждут его с таким волнением и тоской, как будто не видели его долгие годы. И вдруг подается сигнал, что Баба уже приближается. Какая грандиозная церемония появления с вами! Насколько она прекрасна! Его приветствует как царя царей, но и с такой любовью и нежностью, с какой никогда не встречали монархических особ. С точки зрения обывателя, это выглядит как хорошо отработанные номера. Так может казаться, если с Земли смотреть на эти выступления, которые представляют собой смесь удалей, отточенных до автоматизма навыков, концентрации и координации. Ну и, конечно же, не без шалости и озорства. Но посреди всего этого с вами выседает на трибуне, как мать, гордящаясь своими детьми. Можно долго продолжать в том же духе, ибо много чего можно рассказать. Но давайте на минуту остановимся и зададим несколько серьезных вопросов. Те, кто видит только постоянные, непрекращающиеся, бесконечные, а также искрящиеся любовью отношения между с вами и студентами, вряд ли понимают, что происходит изнутри. Студенты спокойно и легко впитывают бесчисленные уроки своей коллективной жизнедеятельности, осознавая важность дисциплины и постоянства, уверенности в себе, ценности взаимовой ручки. Причем это происходит духе сотрудничества, а не ожесточенной конкуренции, которая поощряет подопечных других учебных заведений. Студенты с Атисайи привыкают вести спартанский образ жизни и относятся к этому спокойно, будь они на первом курсе или в аспирантуре. У каждого студента есть возможность раскрыться по-своему, в зависимости от наклонностей. Одни становятся искусственными ораторами. Другие знатоками ведических писаний, в то время как третий развивает музыкальные таланты, кто-то получает шанс развивать художественные способности, набирает опыт в качестве общественных организаторов, превоспевает в научно-исследовательской работе и академических знаниях и так далее. Все это незаметно происходит внутри, и общественность об этом вряд ли известна. Но иногда все-таки возьмут, да и приметнут отыски происходящего. И вот живой пример тому. 2010 год, день окончания мусульманского священного месяца Рамадана и начала вечернего Даршина. С вами появляется, как обычно, но его ожидает специальная программа, подготовленная студентами-мусульманами, обучающимися в университете Бабы. В то время, как сотни мальчиков, принадлежащих к другим конфессиям, живут в своем обычном распорядке, эти ребята пустятся в течение всего месяца Рамадана, как того требуют каноны ислама. И что интересно, несколько мальчиков-ундуистов тоже пустятся, как их мусульманские братья, чтобы последние не чувствовали себя отстраненным среди всех остальных. Все принадлежит Ему. Он есть все. Если нам следует от чего-то отказаться, то мы должны отстраниться от ложного представления о себе, как о деятеле. Вот это и есть истинный смысл ислама. Он означает предание самого себя божественной воле Всевышнего. Также и крест в христианстве символизирует распятие своего эго, означая ослабление Мишуя и реализацию высшей сущности. Вот так в этот день в божественном присутствии с вами студенты из числа мусульман и других верований представили программу, которая отражала наследие культуры ислама. Обратите внимание, что с вами не просил студента делать все это. Наоборот, все произошло совершенно спонтанно. Однако здесь можно уловить скрытое влияние с вами, благодаря которому подобная программа могла состояться. Вернемся на много-много лет назад, когда у мусульман Путапарти не было своей мечети, где они могли бы молиться. Самым набожным не оставалось другого выбора, кроме как отправляться пешком в Букапатнам. Путь до него был неблизкий. Именно тогда Баба решил построить мечеть для местных мусульман. Наконец-то в Путапарти появилась мечеть, и она была неожиданным подарком от свами. На протяжении многих лет эта мечеть выросла во многих отношениях, в том числе по количеству людей, приезжающих сюда на молитву. С вами всегда поощрял людей уважать все религии и традиции, ибо всякая религия – это всего лишь один из путей к Богу. Поэтому во время бажанов всегда воспевается единство религии и единство Бога, к которому обращаются под различными именами. И это, а также тот факт, что все время приезжают люди из разных стран, и что представители всех великих пришли к свами, все это очень естественно привело студентов Бабы к резонансу со всеми конфессиями. Да, мы можем называть Бога любым именем, которое нам нравится, но в конце каждого дня, если любовь не стояла за всеми нашими действиями, то Бог будет не вполне доволен нами. Дорогой зритель, за несколько минут до этого мы слышали исполняемый Баджан. Давайте будем помнить, что свами учат нас так же, и через Баджаны. Мы должны лишь услышать, понять и применить их на практике. Давайте будем помнить, что истинное образование выходит за рамки обычной учебы за парты. Джей Сайрам. Продолжение следует...